Всем здравствуйте! Вы на Политбюро. Я Александр Шелест и Владимир Фисенко с нами на связи. Владимир, мое почтение. Добрый день. Ракетные обстрелы усиливаются. Это вот такая эскалация и ждать еще большей беды после Одессы, Кременчуга. Этим вопросом задаются многие в Украине. Это не столько эскалация, скорее это часть обострения военных действий, что уже происходит на Донбассе и частично на юге Украины. И как это бывает во время наступательных действий? Артподготовка. Только сейчас это артподготовка в другой форме. Если оценивать сугубо функционально, с точки зрения военной, вот в чем смысл этих обстрелов? Кременчуга, Павлограда в Днепропетровской области. Это вот как бы, ну кто сейчас может быть смотрит после сообщения, а где это, что это такое? По карте можно найти. Это железнодорожная станция Павлограда на границе Днепропетровской и Харьковской области, рядом Донбасс. Почему это важно? Вот почему важно Кременчуг? Тоже важно. Или почему обстреливают, например, Жмеринку и Казятин в Винницкой области и некоторые объекты во Львовской области? Все это объясняется с военно-технической точки зрения. В одном случае речь идет о железнодорожных узлах Павлограда и Жмеринка. Железнодорожные узлы очень важны, потому что через них идет снабжение украинской армии, в том числе военной группировки, которая на востоке страны находится, и в Харькове. Это и новое оружие, и боеприпасы. И россияне хотят нарушить этот процесс, чтобы разбить снабжение украинской армии, не допустить укрепления украинской обороны. Вот в этом главная задача этих обстрелов именно по железнодорожным станциям. Теперь удары по Кременчугу, и удары наносятся по военным предприятиям, либо по предприятиям, которые могут опять-таки ресурсно снабжать украинскую армию. Кременчуг, напомню, там и автомобильное производство, в том числе для армии, и в первую очередь, наверное, для армии в последние годы. И один из крупнейших в Украине нефтеперабатывающих заводов. И по НПЗ обили, по Лисичанску, вот в Одессе, в Кременчуге. И, в принципе, и до этого тоже были обстрелы нефтеперабатывающих заводов, либо баз хранения галючих смазочных материалов. Потому что это, с одной стороны, опять-таки может создать топливные проблемы для армии, ну и, конечно, подрывает экономику. Потому что без топлива экономика тоже не сможет нормально функционировать. Ну и вот по Львовской области тоже удары по железнодорожным путям, по железнодорожным коммуникациям. Потому что как раз через Львов тоже идет снабжение украинской армии. И бьют еще по электростанциям. Вот в Кременчуге тоже, потому что это еще связано с тем, чтобы обесточить электростанции или объекты энергетические возле железной дороги, которые могут тоже обесточить железнодорожные движения. Так что вот тут сугубо военные цели. Но параллельно это, конечно, разрушение украинской инфраструктуры и попытка запугать украинцев. Если вот посмотреть на рисунок этих, на карте, на рисунок этих обстрелов, то идет все к тому, что перебросить, скажем так, очаг войны россияне готовы и на соседнюю Молдову. Как вы относитесь к этому, скажем так, заявлению и к этому интригующему моменту? Ну, то, что такие планы есть у россиян, мы уже знаем. Но вот один из российских военных руководителей некоторое время назад, где-то неделю назад, заявил о том, что план второй фазы военной операции, это не только наступление на Донбассе, но и наступление на юге Украины для того, чтобы выйти к Приднестровью. Правда, там была такая немножко комичная ситуация, якобы это с целью защитить русскоязычных в Приднестровье. Но это почему комично, потому что в Приднестровье и так сателлит российский, там российская военная группировка небольшая, и вроде бы там по лойке не должно быть проблем для России. Но теперь, знаете, даже в стране, не в стране, а на территории, которая фактически под контроль на России, даже там надо защищать русскоязычных. Но планы выхода к Приднестровью они есть. Я скажу больше, я уже, в принципе, это неоднократно вспоминал. Мне еще до войны некоторые российские коллеги рассказывали, что в Кремле есть планы. Если не получится полностью взять под контроль Украину, то надо расколоть Украину и отрезать Украину от Азовского и Черного моря. То есть вот тут же дело не только в Приднестровье. Не только нужен коридор к Приднестровью, потом там наступление на Молдову. Главное отрезать Украину от Черного моря. Потому что в значительной мере украинская экономика нуждается в портах. Через порты идет торговлю и зерном, ну и много экспорта, и импорт. Поэтому для нас это очень важно. Тут вот есть еще не только военная, но и экономическая цель в таком наступлении. А теперь смотрите, дело не только, если по карте. Дело же не только в местах обстрелов. Обратите внимание, вот буквально тоже информация только появилась. Вилпул сказал, глава военной администрации, что готовится наступление на Кривой Рог. Вот это тоже часть российской стратегии. Попытка захватить ключевые объекты украинской экономики. Атомные электростанции, Кривой Рог, это ГОКИ, горно-богатительные комбинаты. Это ресурсная база для украинской металлургии. Но что очень важно, если по карте мы посмотрим, со стороны, если удастся, вот выход на Кривой Рог, это, с одной стороны, плацдарм для атаки на Днепр, чтобы потом, ну это тоже такая мечта российских военных, взять в большое кольцо в окружение украинскую военную группировку на Донбассе. А с другой стороны, это плацдарм для наступления на Запад. Как раз в сторону Крапивныцкого, а потом вот в сторону Приднестровья. Это достаточно короткий маршрут. И таким образом отрезается Одесса и Николаев от Киева и от центральной Украины. И, естественно, как бы это даст возможность захватить весь юг Украины. Вот такие их планы. Поэтому Приднестровье это так, лишь индикатор. Это как бы такая символическая цель, такой критерий своеобразный, военно-политический. А реальная цель это захватить украинский юг, взять в кольцо крупные центры на юге, Одессу и Николаев. Но я думаю, что об этих планах известно. И мы видим, что украинская армия ведет очень эффективные оборонительные действия. Оружие западное, хорошее подспорье. Но есть и мысль, что это характер этого вооружения, который запад, которым снабжает Украину, исключительно для того, чтобы остановить, а не освободить. Как вы относитесь к такому утверждению? К сожалению, некоторые основания для этого были и есть. Для таких вот утверждений, предположений. Я прочитал не так давно интервью одного известного американского общественного мыслителя, политолога, философа Новомахомского. Он это так сформулировал, что, мол, Байден ведет войну до последнего украинца. Ну, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией, но при этом и не рисковать жизнями американских солдат, и не рисковать прямым столкновением с Россией. Но цель какая? Не быстро победить Путина. Потому что тут... Дело не в том, что они хотят просто искусственно растянуть эту войну, чтобы обескровить Путина, Россию, чтобы война в Украине стала новым Афганистаном для... Теперь уже для России. Нет, задача другая. Они боятся, что если украинская армия начнет побеждать, то Путин тогда может пойти на применение оружия массового поражения, в том числе ядерного оружия. Вот это их страх главный. Но, тем не менее, вот такого рода расчета, что надо помогать дозированно Украине. Вот обратите внимание, действительно, оно так пока по логике и получается. Март и начало апреля ни о каком тяжелом вооружении для Украины речь не шла. Но как только появилась угроза масштабного наступления России на Донбассе, стало понятно, чтобы сдержать это наступление, просто сдержать, необходима артиллерия, необходима боеприпасы. У нас же проблема не только в оружии. Ну, стволы нужно менять. Вот, военные это знают. Стволы надо менять, потому что они разогреваются. Ну, как бы по мере частого использования выходят из строя. Поэтому нужна все-таки артиллерия, да, и боеприпасы. Нужны боеприпасы, в том числе для ракетных систем залпового огня. Ну, для градов и прочих таких же установок. Вот это в первую очередь. Но нам нужна и авиация. И вот тут начинаются проблемы. Потому что авиация уже может восприниматься как орудие и наступательное. Хотя на самом деле сейчас потребность в вертолетах и авиации не столько для наступления, сколько для более эффективной обороны. Потому что большая часть вооружений, это вооружение двойного назначения. Как для обороны, так и для наступления. Есть чисто наступательное вооружение, танки. Но, насколько я понимаю, сейчас не в танках главные потребности Украины. А, например, бронеавтомобили. Вот тоже. Сейчас их начинают поставлять. Но понятно, что бронеавтомобили нужны в том числе для обороны. Вот для мобильной обороны. Как показала практика и в Киеве, сейчас и под Харьковом тоже самое. Даже обычные автомобили, они очень важны. Потому что можно быстро перебрасывать военных с джавелинами, со стингерами. Главное, чтобы была мобильность. Ну, это вот как пример поясняющий, что здесь очень условное различие. Но, к сожалению, вот эти установки о том, что ставка делается на дозированную поддержку Украине. Но не столько для того, чтобы искусственно растянуть эту войну во времени. Сколько из опасений, что если украинцы чересчур будут эффективно воевать. Уж извините, в кавычках я это говорю. Если начнут побеждать российскую армию, то Путин так рассверепеет, что может пойти на какие-то, скажем так, чрезвычайные действия. Чего в Вашингтоне и в Европе очень опасаются. Я благодарю вас за эту беседу. Владимир Фисенко был с нами на связи. Держимся, дорогие друзья. Подписываемся, пишем комментарии, ставим лайки. И будем вместе. Вместе выставим. До новых встреч и берегитесь.